здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем делать заварной кулич тесто получается очень нежная очень воздушная я уверена что она вам понравится делается это все довольно таки просто подойдет даже для хозяек с минимальным навыком дрожжевым тестом все делается очень очень просто и так для заварного кулича нам понадобится пол килограмма муки хорошо просеять ее желательно один-два раза два с половиной грамма соли 50 грамм дрожжей дрожжи должны быть обязательно как говорят живые можно конечно использовать и сухие дрожжи тогда смотрите как их заменить на упаковке сухих дрожжей 3 белка 3 желтка 200 грамм сахара 150 грамм масло сливочного у меня 82 с половиной процента также 300 грамм наполнителя у меня это 150 грамм кураги и 150 грамм изюма цедра половинки лимона и 250 грамм кипящего ну крутого горячего молока и конечно же формочки которых вы будете печь но у меня вот такие вот можно и так начинаем с чего все у нас начинается это заварная мука смотрите из указанного количества 500 грамм мы берем 100 грамм муки и должны заварить ее нашим стаканом кипящего молока я наливаю молоко в сотейничек но не все для того чтобы не было комочков я вам предлагаю муку слегка ну вот буквально тут сколько у меня 50 грамм 50 грамм молока размешать чтобы она не была сухая тогда проще будет нам ее заваривать такой маленький лайфхак пробовала я заваривать на сухую бывает очень часто комочки чтобы вот этого не происходило ну вот так слегка и с молочком просто связываем оставим наше молоко на огонь мы его доводим практически до кипения то есть молоко должно быть очень горячим для того чтобы наша мука хорошо заварилась если у вас получится так что будут комочки то ничего страшного просто погружным блендером все это дело хорошо перепробиваете и комочков у вас не будет наше молоко уже практически закипела и теперь мы только тонкой струйкой взбиваем и быстренько завариваем я вливаю не все сразу завариваю частями для того чтобы мне было удобно все это дело хорошо венчиком размешиваем заварили нашу муку ее нужно остудить до комнатной температуры и после этого можно вводить дрожжи и так дрожжи мы используем живые на них есть вот такая классная разметочка вы никогда не промахнетесь нам нужно 50 грамм и так мы с вами отрезаем 50 грамм дрожжей добавляем их в нашу заварную основу теперь мы венчиком разбиваем и хорошенечко все это дело перемешиваем и оставляем подходить то есть это как опара у нас получается дрожжи должны подойти для этого оставляем все это дело в теплом месте накрываем сверху пищевой пленкой и ждем шел по времени час моя опара отлично поднялась смотрите какая прям вся дышит теперь после того как она поднялась нам нужно сделать следующее мы с вами я добавила уже к сахару цедру половины лимона добавляем наши желточки перетираем их с сахара и отправляем нашу опару в самом конце и так добавили в опару наш сахар теперь берем наши белки соль и взбиваем в крепкую пену поливаем наши белки белки должны быть комнатной температуры все должно быть одинаковой температуры когда мы готовим тесто посолили приблизительно нам нужно два с половиной грамма соли и теперь взбиваем все это в крепкую пену тесто посолили в миксер одеваю насадку крюк можно тесто замешивать вручную но это более трудоемко то есть как бы если у вас есть время и желание вы конечно же можете вымешать вручную просто миксером это гораздо быстрее 400 грамм которые остались мы делим приблизительно на три раза и отправляем включаем миксер на первую скорость на данном этапе начинаем добавлять с вами наши белки белки добавляем постепенно по я их буду тоже за 3-4 раза вводить тесто теперь мы оставляем его на растойку приблизительно тесто должно увеличиться в 2-3 раза после этого мы с вами добавим к нему растопленное масло пока наше тесто подходит изюм и курага уже в тянули в себя практически все буду вот видите осталось там совсем немножко перед тем как замесить все это в тесто нам нужно слегка его обсушить для этого будем использовать самая обычная бумажная бумажное полотенца и раскладываем нашу с вами заготовочку нам нужно чтобы лишняя влага вся ушла не нужно потом мы с вами обваляем все это дело в муке чтобы оно хорошо прилипло к тесту и было удобней нам все это вымешивать и добавим в тесто а пока пусть ну буквально минут 15 стечет лишняя влага то есть воды у нас практически от вы видите практически не осталось и отставляем все в сторону на 15 минут чтобы стекла лишняя влага тоже практически поднялось поэтому мы будем дальше заниматься подготовкой сливочное масло нам требуется растопить можно растопить его в микроволновке либо можете на водяной бане как вам удобно я буду топить в микроволновой печи тесто увеличилась в объеме как я уже говорила нужно чтобы она поднялась как минимум в два-три раза вот наше тесто мы его с вами обминаем аккуратненько и добавляем сюда наше сливочное масло растопленное и отправляю опять все это дело в миксер и он будет его вымешивать до тех пор пока масло полностью не войдет в тесто на самую первую скорость отправляет миксер до полного тесто вымешивается мы с вами подготовим наши курагу и изюм они уже постояли с них стекла лишняя влага и теперь можно спокойно присыпать стол мукой и на него выложить наш изюм и курагу еще раз повторюсь это обязательно нужно сделать потому что если их не присыпать мукой то их будет очень сложно вмешать в тесто они не будут за него цепляться то есть а вот этот небольшой слой муки который будет на них он даст как раз ту самую липкую основу благодаря которой они легко смогут зацепиться за тесто их будет удобно вмешивать и тесто будет хорошо подниматься оно правильно будет распределено все по нашему тесту вот такое оно все у нас липкая становится нужно еще немного добавить муки добавляем еще еще раз все это дело хорошо вымешиваем стараемся чтобы наши изюмчик и курага как можно лучше были обмочены муки наше тесто готово вот такое шикарное тесто у нас получилось и осталось его разложить по форме эту форму нам нужно заполнить на одну треть тесто накладываем любым удобным способом можно ложечкой можно руками руки тогда предварительно нужно смазать растительным маслом чтобы она не прилипала к вашим рукам я подготовила свои куличи для расстойки еще один важный момент обязательно когда вы будете ставить духовку ваши куличи они должны свободно стоять на противне и между ними должно быть простой это нужно для того чтобы горячий воздух везде проходил и куличи равномерно выпекались так как бывает как бы но это больше совет конечно для девушек которые впервые будут делать либо у них очень маленький опыт может кто-то об этом не знает но делают иногда ошибки люди ставят вот так плотно набивая свой противень в итоге у нас середина сырая а бока горят чтобы вот этого не происходило еще раз повторюсь между вашими формочками должно быть достаточно много пространства чтобы воздух хорошо циркулировал между куличах прошел почти час на расстойки тесто у нас поднялась в два раза теперь мы ставим наши куличи в духовку выпекать будем при 180 градусов проверяем на шпажку чтобы она была сухой а и куличики испеклись вот такие красавчики получились они невероятно нежные я думаю вы видите это даже через бумажку давайте разрежем и посмотрим что же у нас там внутри посмотрите какая красота испекла я кстати их при 180 градусах 30 минут посмотрите посмотрите какое тесто какое оно воздушное какая текстура просто невероятно вообще аромат вот жалко камера не передает аромат это просто не описать но вот эта воздушность она просто потрясающе вы не представляете вот он он настолько нежный настолько мягкий вкусный сочный я вам очень советую сделать такой кулич на паску я думаю что вы удивите и себя и своих гостей если вы еще не пробовали такого кулича я думаю что он не может не понравится его посмотрите что это это просто самый настоящий пух спасибо вам большое за просмотр я надеюсь что данный рецепт вам понравился вы обязательно воспользуйтесь данным рецептом буду ждать ваших комментариев конечно же буду ждать ваши лайки если вы были с нами впервые значит обязательно подпишитесь на мой канал и конечно же нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео я с вами прощаюсь всем пока 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 пока